Итак, вас здесь сегодня много. Мы начинаем наш вебинар. Меня зовут Сергей Прушинский. Я здесь представляю нашу веб-школу РАИ «Перспектива». С нами сегодня переводчик русского жестового языка Наталья Белова. Я передаю слово Линю, который представляет юридический отдел РАИ «Перспектива», организовавший этот новый цикл вебинара. Линь. Спасибо, Сергей. Здравствуйте, все уважаемые слушатели, коллеги. Мы рады продолжить наш онлайн-курс, посвященный проблемам инклюзивного образования. Это уже наш второй вебинар. Сегодня он будет посвящен теме работы со спольным сообществом. Практика Москвы и Национальной коалиции за образование для всех. Ну, наш сегодняшний вебинар, он немножко отличается от первого, потому что, прежде всего, он, скорее всего, не юридический, потому что по данному вопросу, по данной проблеме у нас законодательство практически не говорит ни о чем. То есть полностью умалчивает. Поэтому мы подойдем к этой важной теме именно с практической стороны и попытаемся раскрыть, так сказать, весь наш опыт, который накопился. Ну, понятно, что законодательство у нас в вопросе внедрения инклюзивного образования в стойной степени более-менее, так сказать, соответствует положение конвенции. И это очень хорошая правовая основа для внедрения инклюзивного образования. Но, с другой стороны, именно с практической стороны, ситуация с инклюзивным образованием у нас еще, так сказать, далеко от идеала, скажем так. И здесь с этим именно тема работы со скольным сообществом, взаимодействия НКО, активистов, родителей, с учителями, педагогами, администрациями, администрациями школ. Это очень важный такой аспект для внедрения инклюзивного образования, потому что школы чаще всего не готовы к внедрению инклюзивного образования, как показала практика, ну, зачастую просто не хотят, понятно, что это что-то, свалилось на них что-то новое, непонятное, и они зачастую не знают, как с этим делать, и по этому поводу возникает, разумеется, разного рода конфликтных ситуаций, которые очень трудно разрешить, зачастую именно из-за отсутствия понимания со стороны родителей, да, что это не то, чтобы школы совсем категорически не хотят, а в значительной степени именно из-за того, что школы, педагоги, руководители образовательного учреждения, они просто, ну, не понимают, или не в полной мере понимают, что это и как это все внедрять. Вот, и сегодня у нас экспертом выступит руководитель отдела инклюзивного образования и перспектива, Мария Перфилиева, ну, Мария Перфилиева работает более 20 лет в нашем некоммерческом секторе, и уже более 15 лет занимается именно проблемами инклюзивного образования, доступа, обещания доступа к образованию детей с инвалидностью. Мария также возглавляет коалицию за образование для всех. Нет, не возглавляет. А, уже не возглавляет. Никогда не возглавляет. Вот, вот, видите, как я считаю. Вот, ну, Мария, вам слово. Добрый день, коллеги. Я смотрю, что достаточно много знакомых лиц, в том числе из организаций, которые входят в нашу национальную коалицию за образование для всех. Почему, мне кажется, эта тема достаточно важна? Потому что реально после вступления в силу законного образования, вступления в силу в ГОСОВ для ОВЗ, изменение некоторое в сознании родителей, дети с особенностями развития и самоволитности реально пошли в школу. И, как Линя уже говорила, действительно, школа бывает не готова, но к такой ситуации готова общественная организация, которая заинтересована в том, чтобы развивалась инклюзия в обществе, развивалась инклюзия в образовании. Ну, так, чем тут нажимаем, чтобы ехать дальше? Девушки. Дороги, давайте мышку. Я понимаю, что у многих есть собственный опыт, и все же я хотела немножко поделиться тем опытом, который есть в перспективе. А как убрать нас? А, у каждого сам ребенок, хорошо. Если у кого-то на экране видео окошко мешает видеть презентацию, можно двойным щелчком там по кнопке иконки чата раздвинуть и без чата видеть целиком презентацию, потом обратно сдвинуть. Ну, значит, я буду считать, что кому-то все видно вам. Так вот, мне кажется, что опыт работы нашей организации и участников коалиции, он уже безусловно существует на протяжении ряда лет, он немножко отличается, но общая тенденция следующая. С чего начать взаимодействие? Ну, во-первых, с того, что в вашей организации должна быть некая команда, которая включает в себя людей с инвалидностью обязательно, которая разделяет и понимает ценности и принципы инклюзии. Это очень важно. То есть, прежде всего, это команда людей, которая нацелена и намерена продвигать дальше инклюзию, защищать право на доступ к образованию детей с инвалидностью, детей с особенностями развития. Затем вы должны определить все-таки, каким образом вы будете входить, что называется, в кавычках, в школу, или через родителей. Бывают случаи, когда к вам обращаются педагоги и говорят, что к нам приходит ребенок вот с такими-то особенностями, и помогите нам, пожалуйста, мы пока не очень представляем, как его включать в общий класс. Еще вариант – это при поддержке департамента образования, который, опять-таки, заинтересован, бывают такие департаменты, в развитии инклюзии, и тогда ваша организация, ну, как бы, приглашается для работы со школами. Это может быть рекомендация школы, где вы ранее проводили какие-то мероприятия, и она рекомендует всем остальным образовательным организациям вот обратиться в какую-то общественную организацию, и они очень классно все вам, как бы, сделают. Это может быть прямое взаимодействие, то есть, когда вы просто вот выходите на школу и предлагаете свои услуги. Или это возможно по запросу, и такие случаи есть, когда школы начинают понимать, что в ней зреет некий конфликт, скажем, родителей детей с инвалидностью, родителей детей без инвалидности, школьников с инвалидностью и школьников без инвалидности. И, ну, во всяком случае, перспективу в таких случаях достаточно часто обращаются и просят как-то, ну, смирировать, что ли, этот конфликт, как-то помочь решить данную ситуацию. Затем вы должны четко понимать, какие ресурсы для поддержки взаимодействия у вас есть. Потому что, наверное, не стоит соваться в школу и предлагать свои услуги, если у вас не хватает, например, ведущих уроков доброты. Если у вас недостаточно других информационных ресурсов, делать это уже в процессе взаимодействия достаточно сложно. Можно, конечно, но сложно, и это, как бы, не делает вашу работу более качественной. Обязательно нужно иметь некое портфолио. В этом портфолио вы должны иметь презентации, такие внешние, которые рассказывают о том, что вы можете делать, как вы можете взаимодействовать со школой, что вы предлагаете и так далее. Вы можете в этом портфолио иметь и видео, и фото, и просто некие, как бы, текстовые вещи, да, ну, не знаю, типа рекламного буклетика, где вы описываете некие успешные истории вашего взаимодействия со школой и приводите отзывы из тех мест в системе образования, где вы уже работали, где вы помогали школе, родителям или детям включиться в процесс обучения. И очень важно не просто приходить в школу и говорить, что, ну, вот мы можем вам вот тут сделать, но мы пока вот не знаем, когда там и так далее. Предложите школе нормальный, конкретный план, согласуйте его со школой, предложите школу программу, что в рамках вашего сотрудничества вы можете сделать такие-то мероприятия, вы можете организовать вот такое-то там мероприятие для детей и так далее, и так далее. Потому что, во-первых, ну, совершенно нормальный ход при любом взаимодействии с посторонней, как бы, с посторонней структурой, когда вы предлагаете некую программу или проект, все возможно. Так, едем дальше. Со стороны школы, как может быть, ну, как бы, начато вот это взаимодействие или осознание того, что оно нужно. Во-первых, действительно, школа должна иметь желание, понимание, что такое взаимодействие полезно, что оно нужно, что такое взаимодействие со общественной организацией помогает школе продвинуться в принятии инклюзии, в принятии на обучение детей с особенностями. Обязательно в школе у вас должно быть ответственное, уполномоченное лицо. Но опыт показывает, что это бывает или отдельно назначенный, например, координатор по инклюзии, или эту функцию выполняет завуч по воспитательной работе. Иногда эту функцию выполняет просто социальный педагог, который будет с вами на связи, который будет таким посредником между общественной организацией и образовательным учреждением. И опять-таки, возвращаясь к программе, которую вы должны иметь, школа или вот этот человек ответственный, он обязательно должен эту программу представить всем учителям и представить обучающим в разной степени подробности, но школа должна быть в курсе, вся школа, что в ней будет происходить. Так общественная организация будет взаимодействовать со школой. Что она предлагает и так далее, и так далее. Потому что в противном случае, что бывает, опять-таки, бывает конфликт. Зачем нам это надо, мы туда не пойдем, и так далее, и так далее. Лучше, чтобы этого не было. Ну, вот то, что Ленин говорил, что законодательство, в общем-то, практически никак не регулирует это безумношение, но вот мы нашли закон об образовании Российской Федерации, статья 89-й, говоря об управлении системой образования, приводит такое определение, что управление системой образования носит государственно-общественный характер. То есть, в принципе, при достижении договоренности с организацией образования никто не запрещает общественной организации осуществлять некое совместное действие, некое взаимодействие. Ну, вот та правовая основа для сотрудничества, которая, на наш взгляд, обязательная. Потому что, опять-таки, каждая сторона взаимодействия имеет свои обязательства, обязанности, какие-то договоренности. И лучше всего это зафиксировать в соглашении. В договоре между организацией общественной и организацией образования. К этому договору вы можете приложить, ну, или согласованное, я не знаю, там, техническое задание, или лучше даже некий план-график, где у вас согласованные мероприятия указаны, где указаны примерные сроки. Чему я говорю примерные, вы все прекрасно знаете, что... что школа, такой организм достаточно... ну, гибкий, что ли. У них сегодня заболел один учитель, они заменили его другим уроком, и так далее, и так далее. Поэтому, даже если вы договорились об определенном дне, определенной дате, это может быть как-то изменено. На эту дату может попасть контрольная, которая будет через три месяца. Поэтому вы к этому плану-графику, конечно, относитесь как к некому плану действий, но не как к догниям. И обязательно после того, как вы выполнили некое свое обязательство по проведению мероприятия, например, там, по проведению экскурсии, вы составьте со школы акт выполнения работы. Это пригодится и школе, и, соответственно, общественной организации. И, естественно, к этому договору и к акту вы прикладываете документы, подтверждающие то, что мероприятие состоялось, подтверждающие ваше, как бы, сотрудничество. Это могут быть списки участников, заверенные, например, подписью классного руководителя. Это может быть серия фотографий, это программа проведения, например, какого-то семинара, отзывы участников семинаров. Это все вам пригодится. Опять-таки, почему? Потому что чаще всего все-таки общественная организация имеет некий проект, проект, который финансируется, ну, из каких-либо источников. То есть у вас есть... Который обязательно потребует отчет. Да. У вас перед этими источниками есть обязательство предоставлять отчеты. А у школы есть обязательство перед своим управлением образования, что если она, опять-таки, делает какие-то мероприятия с общественными организациями, она тоже отчитывает. Это ее тоже, как бы, ну, может быть, не основная, но часть деятельности жизни школы. Так, сейчас мы дальше попробуем. Ну, и то, на чем вот сейчас я хочу остановиться, это, в принципе, построение работы со школьным сообществом. Но вот что мы имеем в виду? Мы разделяем, как бы, школьное сообщество, то есть некое сообщество, состоящее из разных детей, обучающихся, сообщество педагогическое, которое в школе присутствует. Это тоже важно осознавать. Ну, и, как бы, в школе еще присутствует многое, ну, различных, скажем, специалистов, но, скажем, специалистов сопровождения мы тоже отнесем к сообществу учителей. Но нельзя забывать о том, что в школе присутствуют и родители, родители учеников. Это тоже важно, но более детально это уже на ваше усмотрение. Вы можете, как бы, разделять или объединять сообщество в школе. Но то, что касается школьного, именно вот сообщества, состоящего из школьников, то есть учеников, из детей. Как я уже сказала, это разные дети, с разными потребностями, с разными особенностями. В любом случае, ничего не нужно делать специально для тех детей, которые имеют определенные особенности. Не надо ничего делать отдельно для детей с инвалидностью. Все школьные мероприятия, события проводятся и планируются так, чтобы в них участвовали все дети, совместно участвовали. Дети как с инвалидностью, так и без инвалидности. Никогда не выделяйте детей с инвалидностью или с иными особенностями. Не выводите их, как бы, на первый план. Не выделяйте их в совместной группе, иначе у вас группа тут же разделится на детей с инвалидностью и без. А это не есть наша задача. Наша задача, наоборот, как можно теснее сделать взаимоотношения в группе, не разделяя по особенностям детей в этой группе. Что я имею в виду, выделять, не выделять. Очень часто, когда вы видите школьные фотографии, например, ребенок на коляске, он оказывается впереди всей группы. И все вокруг него кучкаются. Все вокруг него кучкаются как-то, да, и получается, что вот он, не знаю, такой вот пуп Земли и центр Вселенной. Не всем это нравится, поэтому лучше несколько раз подумать, как детей распределить. Можно все вместе сесть, да, на какие-то стули там, я не знаю, куфики. Можно сделать еще что-либо там, я не знаю, все вместе какой-то жесты руками, если, например, у ребенка ДЦП и происходят спастические движения. Можно как-то иначе, я не знаю, поставить и так далее. Бывают очень такие казусные вещи, когда, например, класс выступает с какой-то программой, ну, я не знаю, утренника, там, какой-то праздника, и действие происходит на сцене. Вот все на сцене, а ребенок, например, с опорными проблемами, он остается внизу под сценой, и там вот оттуда что-либо вещает. А почему нельзя всем вместе спуститься с этой сценой и все это действие развернуть в зале? Просто нужно немножко, ну, как бы подумать, да, и не делать из этого ребенка, ну, я не знаю, вот что-то отдельное. Мы, наоборот, говорим о том, что он должен быть включен, включен вместе со всеми. Если понадобится помощь такому ребенку, конечно же, да, нужно ее там предоставить. Если ребенок изъявил желание, что он хочет говорить со сценой, ну, придумайте, сделайте так, чтобы это происходило, не унижая достоинства этого ребенка. Не надо его под белые руки, там, я не знаю, под мышки, тащить на эту сцену. И лучше всего действительно думать о том, как комфортно будет всем детям вместе, например, участвовать в празднике. Не делайте что-либо с такими вот, я даже не знаю, ну, благотворительными, может быть, целями. То есть, если вы дарите подарки ребенку с инвалидностью, это не есть хорошо. Не надо выделять его в этом случае. Сделайте подарочки маленькие для всех. И когда приходит такая дата, хорошо вам знакомая, это декабрь, декабрь инвалидов, то не надо в это время для детей с инвалидностью, которые учатся в школе, устраивать праздники. Это день защиты прав, это день информирования о людях с инвалидностью. Это далеко не праздник. Но есть такой опыт, когда школы, вот не знаю, как и что, но, естественно, из лучших чувств устраивают такие праздники для детей с инвалидностью, которые обучаются в этой школе. Вот этого не надо. Праздник для всех. И все дети должны включены. А вот, допустим, в этот день, если провести, там, не знаю, урок доброты, это нормально? Ну, это нормально, да. То есть мы не говорим, что, понимаете, информирование – это хорошо, да. А рассказ, там, я не знаю, о каких-то достижениях людей с инвалидностью – это тоже хорошо. То есть мы показываем вот эту жизнь, да. Может быть, это будет просмотр каких-то фильмов. Может быть, это будет какой-то, ну, не знаю, мастер-класс для всех. Может быть, это будет какое-то спортивное мероприятие, в котором опять участвуют все дети, но связанное, например, с дисциплинами пара олимпиад. То есть нужно, прежде всего, думать, да, и хорошо думать. Вот. Ну, и еще я хочу сказать, что не надо вот в этом случае, когда общественная организация входит в школу и взаимодействует, и работает по вот тематике, как бы, понимания инвалидности, не перегружайте классы, не перегружайте детей. Мы всегда должны помнить, что существует вообще-то, в первую очередь, обучение, образование этих детей. Поэтому заранее надо договариваться, конечно же, о графиках проведения своих мероприятий. Спокойно относитесь к тому, что это может измениться, и найдите решение о новой дате. Но для школы естественным приоритетом является обучение. Поэтому вы можете занимать в своей деятельности часы факультативные, классные часы, и по согласованию со школой она может вам дать уже часы, снимаемые предметами. Вот что для школьников. Я, конечно, могу очень подробно вдаваться в деятельность, но я думаю, что очень многие уже сами работают в этой области и знают, что вообще здесь делается. Поэтому вот я просто указала, ну, скажем, направления, о которых мы действуем, работая со школьниками, со школьным сообществом. Это просвещение о жизни людей с инвалидностью. Это могут быть различные вещи. Мы начинаем обычно с занятий по пониманию инвалидности, так называемые уроки доброты. Это совместные различные мероприятия для всех школьников, независимо от их здоровья, их особенностей и так далее. То есть это могут быть экскурсии, это могут быть какие-то совместные театральные постановки, это может быть совместное исполнение проектов, там, я не знаю, хоть скворечники делаете, хоть вазы лепите. Но это обязательно должны быть некие совместные мероприятия, несущие на себе вот как бы отражение вопросов, связанных с инвалидностью. Вы можете делать, ну, как мастер-классы, но не просто, там, раскрашивать фигурки людей с детьми или как-то украшать их, а попробуйте сделать фигурки, ну, как-то связанные с инвалидностью. То есть человечек с, я не знаю, устройствием человечек с... Разные формы инвалидности. Да, да, разные формы инвалидности на инвалидной коляске. И вот это вот с детьми как бы работать, вот раскрашивая таких человечков, параллельно поясняя, что и что. Можно, естественно, делать некоторые вещи, связанные с имитацией, что ли, разных видов инвалидности, именно для того, чтобы дети лучше поняли и узнали, ну, как бы о таких проблемах, чтобы было понятно, какой вид поддержки, например, нужен таким соученикам. И очень здорово, когда вы находите возможность провести что-либо вот вне школы. Вы можете объединить в небольшие группы школьников из разных учреждений образования и сделать что-то большое и общее для всех. Например, что-то, связанное с параллимпийским спортом. Например, что-то, связанное с показом, опять-таки обсуждением фильмов, то есть провести какой-то кинофестиваль, такой маленький местный, для нескольких школ, но не на территории школы, и тогда у вас просто дети немножко по-другому даже расстроятся и будут, ну, более что и раскрепощенные, более разговорчивые, и с ними можно очень много всего сделать. Так, едем дальше. То, что касается педагогического сообщества, которое, безусловно, в школе находится, и без него вы не денетесь никуда, и далеко не уйдете в развитии инклюзивного образования. Сейчас все более и более становится понятным, что очень многое зависит от того, как учитель, как педагог относятся и к проблеме инвалидности, и к принятию ребенка с инвалидностью, и с особенностью в школьный коллектив. И очень важны его, как бы, профессиональные навыки, какие-то вопросы важны, связанные с переподготовкой учителей. То есть реально, как бы, школы и педагоги должны готовиться к внедрению, включению, внедрению инклюзии в школе, включению детей разных в школьное пространство. Что для этого можно сделать общественная организация? Та организация, которая хорошо владеет вопросами понимания инвалидности, пониманием инвалидности в обществе. Безусловно, вы можете проводить определенные встречи, тренинги, семинары, презентации, брифинги. Назовите как угодно. Но такие мероприятия для педагогов, которые помогают им все-таки понять, что такое инвалидность, как к этому относиться, и что важно в этом случае, в этих вопросах для самих педагогов. Мы еще проводим семинары, которые мы называем семинары по принятию учеников с инвалидностью. Достаточно часто мы сталкиваемся с тем, что инклюзия начинается в приказном порядке. И если, скажем, департамент решил и директор поддержал, это не значит, что инклюзия блестяще пройдет в этой школе. Обязательно нужна поддержка и понимание со стороны педагогов. И не все педагоги принимают как личность ученика с инвалидностью. Очень часто встает вопрос, зачем я буду тратить силы, если все равно дальше неизвестно, что с этим ребенком. Встает вопрос, как это я буду обучать такого ребенка, у меня еще 30 человек в классе. И это тоже имеет место быть. Но прежде всего, где-то внутри себя педагог должен принять определенное решение. Вот он принимает такого ученика или нет? Он относится к такому ученику без дискриминации? Или все-таки в глубине души для него, для педагога это чересчур слишком? И вообще все дети с инвалидностью должны сидеть дома, или обучаться в специальных учреждениях. Вот для того, чтобы помочь разобраться учителю в этих вопросах, мы тоже проводим семинары именно по принятию учеников с инвалидностью. Сейчас много проводится различных курсов, семинаров, вебинаров по развитию инклюзивных подходов и технологий в школах. Поэтому, если педагоги и школы не знают, где взять эту информацию, немножко, может быть, смущаются, не понимают, как технически они могут подсоединиться к платформе вебинара, вы тоже можете в этом помочь. Вообще информирование об успешной инклюзивной практике очень востребовано. Очень. Я могу сказать, что практически на каждом семинаре слушатели из числа специалистов образования всегда просят, а где нам узнать, а вот хорошо бы познакомиться с практикой, а у нас вот так вот, а где и как вот складывается там еще какая-то практика. Чему это важно? То есть с вашей стороны, как со стороны общественной организации, иногда даже больше есть сведения об успешной практике, чем у образовательного учреждения, потому что вы на этом специализируетесь. Это как бы ваша работа. А работа школы все-таки как бы учить, развивать, воспитывать и так далее, и так далее. Поэтому помогите школе, предоставьте больше информации о том, где проходят такие конференции, какие новые публикации, книги, пособия вышли по этому поводу. Сейчас, в апреле, будет проходить в Москве в рамках международного московского салона по образованию фестиваля инклюзивных, лучших инклюзивных практик, в котором участвуют опять-таки школы, которые развивают инклюзивное образование. И здесь очень важно в общении с педагогами, чтобы общественная организация правильно расставляла акценты. Вы прекрасно понимаете, что инклюзия, должны понимать, инклюзия – это обучение разных детей в одном классе. Это не обучение детей с инвалидностью в отдельном классе. Это не обучение на дому. Не обучение дистанционное. Да, это все обучение детей с инвалидностью, но это не есть инклюзивное образование. Поэтому здесь тоже иногда требуется некая работа с педагогами и разъяснение. То есть вот недавно моя коллега приехала из Красноярска, где замечательным образом представлялся опыт так инклюзивный, но, как выяснилось, эти дети учатся на надомном обучении. То есть это совершенно ни в какие ворот не лезет, это совершенно не инклюзия. Поэтому чем больше и качественно вы будете иметь информацию о развитии инклюзии, о практике, и чем больше этой информации вы будете передавать в школах, тем как бы шанс, что школа будет лучше понимать вопросы инклюзии, увеличивается. Как я говорила, очень важна позитивное отношение родителей к инклюзии. И важно поддержать родителей учеников с инвалидностью. Почему? Потому что очень часто уже начинается при вопросах поступления, что ли, особенно у ребенка в школу, уже начинается куча вопросов, неувязок и так далее. Поэтому общественная организация может и должна способствовать взаимодействию родителей, школы, администрации школы, детей, обучающихся. Вы можете оказывать консультирование, юридическое сопровождение. Вы можете подсказать родителю, как отстоять, защитить интересы ребенка, права ребенка на образование. А при этом вы еще должны думать о том, что лишние конфликты, лишние какие-то негативные отношения между родителями и школы, они мешают развитию инклюзии и опять-таки дискредитируют отчасти. Поэтому, если у вас такие случаи происходят, то работайте над тем, чтобы это снизить, чтобы снизить напряженность, чтобы конфликт не разрастался, сдерживание конфликта. Работайте вместе со школой, вместе с родителями. Ты сюда хотел что-то давай, я не могу. А, ну все, собственно говоря. У меня все. А это высокой ноте. Я еще раз хочу обратить внимание, что сейчас многие общественные организации имеют юридическую, возможность юридической поддержки. Или юристы, или целый отдел, и так далее, и так далее. Здесь надо быть очень аккуратным. Юрист будет защищать права ребенка с инвалидностью через, как бы, родителей. Но не забывайте, что школа взяла этого ребенка на обучение. Может быть, школа чего-то не знает, но обвинять во всех тяжких грехах школу тоже не следует. Постарайтесь найти какое-то компромиссное решение. Постарайтесь помочь школе. Может быть, пригласить эксперта. Может быть, принести там какой-нибудь пример индивидуальной программы обучения, которую школу не знает и не видит. Выдержите паузу. Не накидывайтесь на школу. Не обвиняйте ее. Сначала разберитесь. Понимаете, это очень важно. К сожалению, нас никто не учит конфликтология. Ну вот, постарайтесь, как общественная организация, иметь здесь некую, что-таки, свою роль. И роль, которая фактически посредническая между осуществлением и реализацией прав ребенка с инвалидностью на образование и образовательным учреждением. Вот у меня все. Хотите, задавайте вопросы. Уже поступаю. Довольно пространный. Да, я хотел немножко, так сказать, добавить от себя. Вот, как Мария уже упоминала, говорила, что пригласить, как один из вариантов, да, пригласить эксперта, это очень, на самом деле, действенный и эффективный метод такой, потому что, если, так сказать, при конфликте, да, с одной стороны школы, с другой стороны родители ребенка инвалида, с третьей стороны, как бы, пытаясь быть арбитром, является общественной организацией, но у нее это не получается по какой-либо причине, то вот как раз привлечение, как раз постороннего человека, эксперта, которому не будет какой-то недоверия со стороны одной или другой страны, то вот этот метод, он, собственно, позволяет решать очень многие проблемы. И еще я хотел добавить, что Мария вначале говорила о том, что необходимо все мероприятия и вот это все взаимодействие со школой, нужно обязательно давать информацию об этом всем, то есть всей школе, и педагогам, и родителям, и детям. Это действительно важно, но так же хочу отметить такой юридический аспект, что по закону об образовании вся образовательная деятельность, которая происходит в школе, она должна быть открытой, то есть информационная открытость. То есть это обязательства школы прежде всего. И, соответственно, делая это, мы должны понимать, что в этом нуждается школа. И, соответственно, если мы это не делаем, то, соответственно, мы не учитываем интересы школы, и это может помещать сотрудничество. Ну, я еще хочу добавить, что практически каждая школа имеет сайт. И обычно какие-то новые проекты, сайты, они размещают эту информацию, ну, вот у себя там на портале, на сайте. Поэтому мы тоже должны школе, ну, просто уже готовы дать, скажем, материалы для размещения на сайте, чтобы не было каких-то недопониманий, передергиваний и так далее. Так, ну ладно, пришли к вопросам. Для тех, кто будет в своей видеозаписи, я буду озвучивать вопросы, чтобы было понятно, о чем здесь. Ну, тут очень длинный вопрос, и, скорее, уже не вопрос, а история из Южно-Сахалинска. Я не очень понимаю сам вопрос. Подскажите, пожалуйста, положительный опыт ведения диалога с департаментом образования, директором школы, комитетом по социальным вопросам, если запрос о формировании ресурсного класса инициировал родительский клуб, а не общественная организация. Ну и какая разница? Разница только в, я не знаю, вопросах регистрации. Родительский клуб – это, как сказать, общественная же та же организация, без регистрации, или счета. Да, с другой стороны, здесь такой аспект, что как раз-то родительский клуб, скорее всего, имеет больше прав при взаимодействии со школой, потому что, как правило, в законе об образовании там под взаимодействием сообществом, скорее всего, имеет в виду именно родительское сообщество. Это правда? Да, совершенно верно. И, соответственно, родительское сообщество, как сообщество заинтересованных людей, дети, которых учатся в этой школе, имеет больше прав на то, чтобы быть услышанным. Да, и здесь неважно. Вы общественная организация, наверняка у вас в Южно-Сахалинске есть что-либо подобное. Вы можете привлечь, конечно, но никто не запрещает родительскому клубу проявлять такую инициативу. Да, это даже хорошо очень. Если вы говорите, что вы хотите провести круглый стол и показать успешный опыт инклюзивного образования, посмотрите сейчас на многих сайтах, в итогах конференции. Есть такое? Есть. Можно, я не знаю, обратиться конкретно. Посмотрите на нашем сайте. Смотря что вы хотите узнать, если это вопросы финансирования, значит, наверное, все-таки нужно обратиться не к общественной организации, а к администрации, там, школы, такой опыт посмотреть. Если это вопросы педагогические, соответственно, это лучше, ну, как бы, запросить, может быть, какие-то пособия, данные по развитию инклюзии с точки зрения педагогики. Интернет есть, смотрите шире, и все получится. Еще секундочку. По поводу, вот именно, вопрос взаимодействия родительских, родительских сообществ, для того, чтобы она была более эффективна, нужно, прежде всего, хорошенько изучить устав школы, потому что именно там прописано, как взаимодействуют родители со школой. И обладает, так сказать, уже информация о том, какая правовая основа для этого имеется, соответственно, вы можете эффективно их использовать. Так, следующий вопрос, Данил Масунов, город Элистап. Относительно того, что педагог класса, где учится ребенок с аутизмом, не может принять этого ребенка как ученика. И он же не хочет тратить силы и советует уйти в коррекционную школу. Вы стали объяснять, что это не так. Ну, я не знаю, что вы объясняете, что не так, я могу только вот по нашему опыту сказать, да, такие случаи есть. Опять-таки, нужно понимать, с чем связано непринятие ученика, педагога. Чтобы это понять, вам нужно провести какие-то отдельные, я не знаю, там, собеседования с учителем. Но это достаточно сложно. Поэтому я бы пошла по пути организации для школы, для учителей, некого семинара, тренинга, встречи, вебинара, который поясняет особенности детей с аутизмом, который показывает, в чем эти дети сильны, в чем им нужно помогать и так далее, и так далее. То есть, если вы будете сейчас вот конкретно давить учителя, у вас как бы войдет делать конфликт. Если вы пойдете с заявлением к директору школы, тоже может назреть конфликт. Поэтому лучше идти через привлечение более опытных специалистов, через показ успешной практики. Вот я говорю, что этот учитель, может быть, не верит в то, что этот ребенок сможет учиться, что он сможет дальше сделать какой-то профессиональный выбор свой и так далее. Но покажите, ведь это же есть все. Ведь посмотрите в интернете. Люди с аутизмом сейчас, ну, во-первых, они настолько уже вошли в наше общество, и я думаю, что входили гораздо раньше. Вообще там с Эйнштейном можно начинать, что Аспергер точно среди ученых, математиков и физиков все равно присутствовал. Поэтому просто покажите, поработайте. Вы спросите, учитель просто может бояться еще чего, что ваш ребенок не возьмет норм, ну, как сказать, программу, да? Если он не возьмет программу, ну, придется ставить там двойку, и учителю там тоже по голове настучат за это. А спросите вообще, индивидуальная программа обучения у вашего ребенка есть? И ваш ребенок должен оцениваться и сравниваться с выполнением своей индивидуальной программы? Пусть почитают в ГОСы как следует. Вот. Так что у нас такие вот ответы на ваш вопрос. А если учитель не обладает нужными методиками, то это вообще, вот на мой взгляд сейчас, это вообще не разговор. В интернете полно. Специальные программы для планшетов, которые помогают обучать детей. Посмотрите на нашем сайте. В прошлом году, Сереж, когда я будешь милю в дом? В декабре 16-го. В прошлом году у нас была серия вебинаров «Разные дети в одном классе», который вел Максим Евгеньевич Гушмелев. Он там рекомендовал программы для педагогов, по которым они могут работать и методики с детьми с аутизмом. Так. Жукова. Москва. Москва. Замечательно. А кто такая Наталья Жукова? А это... А как правильно организовать учебный процесс? Москва, государственное психологическое и педагогическое и юниористическое. Да вы что? Обалдеть. Они через неделю проводят российскую конференцию «Психологическая помощь социально нечисленным людям с использованием депутационных технологий, интернет-концентрирования и депутационное обучение». Перекликается те вопросы, что предложили неграмотному. Да, правда. На каком уровне взаимодействия в разработке инклюзии? Я не очень понимаю вопрос. Уровня взаимодействия в разработке инклюзии. Это что? Да, я тоже что. Важный вопрос связи с такой очень тонкий момент. Возможно не только снижение уровня преподавания, но и манипулирование условиями инклюзивной формы обучения, что приводит к снижению требований знаний при инклюзии в образовании для галочки. Ага. Ну, я могу сказать, Наталья, дорогая, вы вообще почитайте немножко еще об инклюзии что-нибудь. Именно говоря об инклюзии, о принципах инклюзии, говорится о том, что программа не должна быть снижена, понимаете, она должна быть сделана и разработана с учетом возможностей этого ребенка, который имеет некие особенности. И может, в смысле, в этом случае мы говорим об инклюзии. Если мы говорим там для галочки, еще что-то такое, манипулирование, понимаете, это все профанация, честно говоря. Это все, ну, как бы, не та инклюзия, не качество, вообще даже инклюзией назвать нельзя. Это пол для саботажа. Да, это пол для саботажа. Как только это начинается, значит, ага, школа и как бы педагогический коллектив не хочет, не готов, не умеет. Поэтому, я думаю, если вы на своей конференции что-то будете обсуждать, вот все-таки обратите внимание на это. Программа должна быть максимально сложна. Но, в соответствии с способностью ребенка. Понимаете, если это делается, как у нас обычно, программа надобного обучения, облегченной, снимаются часы, она, как вы пишете, становится тоньше, это вот тут вот все идет. Так, город Саратов, Гульмира Аненкова. Понятно, что играет роль человеческий фактор. Но разве педагог вообще имеет право задавать такие вопросы о принятии или неприятии ребенка с инвалидностью, если в классе есть такой ученик-ниг? Это педагог. Как заставить такого непрофессионала своего дела пройти семинар, например? Отличный вопрос, да. Действительно, я как бы отчасти с вами согласна. Но, понимаете, педагог, он не просто же педагог, да, это же его, ну, как бы, вторая сущность. А первая сущность, он просто человек. Он может элементарно бояться, если у ребенка спастика, например, если у ребенка может быть изменения какие-либо, ну, я не знаю, там, в лице, да, и он не очень красиво выглядит. Это тоже отталкивает людей. То есть, внешне, как педагог, вам могут говорить, что да, да, приходите учиться. Внутри, как человек, это могут быть разные сомнения, разные отношения. Для этого существуют психологи, которые проводят для всех педагогов, а не только для вашего, а вообще для педагогов, некоторые занятия, там, и по выгоранию, и по вот выявлению вот этого вот внутреннего отношения. Для этого могут быть общественные организации, которые обладают определенной методикой того, как, ну, скажем, не травмируя, показать педагогам некие особенности детей, которые к ним могут прийти. Но вот, понимаете, у нас столько мифов существует, что если в классе, в класс попадает ребенок с синдромом Дауна, то тут, как бы, начинают действовать стереотипы. Первый, что, ой, он такой добренький, он такой ми-ми-ми-ми-ми-ми, прямо, он тю-тю. Вот. А второй стереотип, ну да, как бы, не успеешь оглянуться, как он подойдет, и треснет по голове портфелем. И то, и то, как бы, это некоторые, как бы, надуманные стереотипные вещи. А чтобы педагог, ну, не испытывал такой боязни, что ли, за себя, за других детей в классе. Ну, как можно чаще надо с ним общаться, пояснять особенности своего ребенка, и так далее, и так далее. Но, обратитесь вот в общественную организацию, откуда вы? Саратов. Мне кажется, там есть. Там есть классный, на самом деле, в педагогическом университете, по-моему, не факультет, или кафедра, инклюзивного образования. Поговорите с высшей школой, сделайте, вымекните им, что хорошо бы сделать курсы какие-нибудь там для учителей, и так далее, и так далее. Еще один такой аспект, как бы упоминать, да, такого непрофессионала, да, этот, это, по-моему, слишком категоричный такой вывод, да, в отношении этого педагога, такого педагога, да, потому, почему? Потому что большинство, подавляящее большинство учителей, можно сказать, никого, да, этому инклюзивному образованию, методикам, не учили в вузах. Соответственно, на основании того, что педагог не может, не умеет с такой проблемой, это не означает, что он непрофессионал, его этому не обучали, и инклюзивное образование у нас только начинает внедряться, и методики у нас только начинают внедряться, поэтому прямо вот так вот категорично назвать человека, что он не является непрофессионалом, но я думаю, что это неправильно. Так, ну да, вопрос из-за листы, можно ли найти юридическую поддержку в сопровождении по некоторым тонким вопросам, например, в ГОССОМ? Мало кто разбирается в таких вопросах. Значит, Данил, я хочу сказать, что прояснение продвижения в ГОССОМ для ОВЗ, то есть Федеральный государственный образовательный стандарт, поручено в каждом регионе институту развития образования. У вас есть в Калмыкии и в ЛИСТе институт развития образования. Идите к ним, настаивайте, здесь не нужна юридическая поддержка, здесь нужны профессионалы, люди, которые разобрались, что такое Федеральный государственный образовательный стандарт для лиц СУВЗ, как составляются и пишутся программы образования общие, индивидуальные. Просто-напросто обратитесь в ИРО институт развития образования. Еще раз говорю, есть в каждом регионе и им поручено это делать. Они проводят семинары для педагогов. Как родители, я думаю, вы можете тоже присоединиться. Так, Золотовицкий, ну, понятно. В общем, к вам времени. Дорогой Роман, мы говорим о том, как школа и общественная организация могут взаимодействовать. Я не думаю, что общественная организация будет учить школу, как контролировать поведение сложного особого ученика в общем классе. Какие методы. Может быть, это и становится главным препятствием инклюзии, но пока я вижу, что главное препятствие инклюзии немножко в другом. Именно в том, что действительно, как проверить. То есть, недостаток знаний, технологий, методов преподавания у педагогов недостаточное развитие института тьютерства, например. И мы очень быстро начали, но, к сожалению, многие вещи не продуманы. Поэтому здесь вряд ли может повлиять общественная организация. Это, скорее всего, вопросы, которые нужно задавать педагогам, специалистам сопровождения, администраторам образования. Так, видеозаписи будет? Будет. Так, архив вебинаров для показа школьного сообщества. Есть, Данил, есть архив вебинаров. Посмотрите сами, потому что вопрос, к сожалению, повторяется. достаточно давно, например, вопрос обучения разных детей в одном классе штудируем. Пенза. Так, спасибо. Я рада, что вам понравилось. Так, сейчас, добрый, Александр, не знаю, откуда, Александр, вы откуда? Напишите. Добрый день, в школе дали понять, что обучение ребенка инвалидов финансово не выгодно. А, Москва, правда ли это? Неправда. Вот, если ребенок с инвалидностью и имеет так называемую розовую правку, да, мы о таком ребенке говорим, то этот ребенок имеет возможность, в смысле школа имеет право и возможность на организацию обучения такого ребенка получать повышенные повышенные средства, поскольку есть коэффициент. Это именно для Москвы, поэтому школе вообще-то должно быть выгодно. Так что пусть не придумывают. Да, соответственно, нормативами, это для ребенка с инвалидностью это трехкратный, на ребенка без инвалидности, но с ОВЗ это двукратный размер по сравнению с обычным ребенком. Сергей Верещагин, вопрос инклюзии в главах чиновников. Если замминистра образования заявляет, что она олигофрена в школу не допустит, нужна зачистка чиновников по всей России. Я с вами согласна, да, и когда, ну, простите, там, министр образования начинает делить детей на здоровых и больных, тут тоже, кажется, очень хочется немножко скорректировать по крайней мере лексику. Олигофрена в школу не допустит. Ну, да, замечательно. Олигофрена педагогов. Может, тогда название как-то изменить, да? Так, Наталья Жукова. Отверо, что с Аспергом у нас очень обширный спектр, есть центр изучения детей с Распри. Да, конечно, спасибо, Наталья, за пояснение. Я думаю, что из-за листы вы интересовались по моему опытом, да, так, что. Вот действительно есть сейчас федеральный центр изучения, в смысле, федеральный центр по аутизму. Разыщите очень, как бы, хорошие вещи. Я думаю, что там много всего. Так, ну, тоже на что. Обучать при инклюзии должен подготовить педагог. Вся школа, да. Совершенно согласна, что школа должна быть готова. Я, ну, скажу даже больше, да, потому что меня немножко настораживает такая вот резкая, как бы, инклюзия, потому что школа реально не готова. Школе нужен, вот, как опыт показывает, по крайней мере, годы, годы, чтобы подготовиться к принятию разных детей в школы, что должны готовиться педагоги, должно готовиться школьное сообщество, должна развиваться за этот год инклюзивная культура, и вот здесь очень может помочь общественные организации. Так, хорошо, спасибо. Что там за Роза Люксембург у нас? Спасибо. Это верно, уже все, хорошо. Выше? Да, я хотел бы еще добавить по поводу готовности школы, что она должна быть готова. Да, действительно, по закону школа должна, это все так, но давайте будем рассказать как же из реальности, потому что какая-нибудь районная школа в каком-нибудь небольшом городе у них сроду не было таких проблем, никогда не было ребенка с ОВЗ или с инвалидностью, и вдруг откуда резко нагло сваливается такой снег, и говорить о том, что школа заранее должна это предвидеть, но это как минимум как-то неправильно, потому что заранее такие вещи, когда особенно редко встречающиеся, нельзя предвидеть. Поэтому, да, действительно, совершенно верно, Маша говорит о том, что в школе нужно вредить. Также нужно учесть такой момент, что родители сами должны все-таки немножко наперед подумать о том, как ребенок их будет учиться в школе, и, соответственно, еще до поступления ребенка в школу он уже должен изучить этот вопрос, он должен заявить органам образования и школе конкретно, которую он выбрал, где будет ребенок его обучаться, о том, что вот есть такой ребенок, у него вот такие проблемы, у него такие особенности, и, соответственно, чтобы школа имела возможность заранее как-то к этому уже подготовить. Это, соответственно, облегчит включение этого ребенка в процесс образовательный. Тут вопрос остро стоит и я, конечно, передам ваши вопросы Логии Котовой, такой вебинар обязательно будет. А также посмотрите на нашем сайте в разделе «Век школа», там есть записи некоторых таких вебинаров на эту тему. Все. Хорошо. Спасибо за внимание, дорогие коллеги. До новых встреч, присылайте свои пожелания относительно вебинаров, ну и посмотрите то, что есть в архиве. Всего доброго. А также напоминаем вам, что в рамках вот этого курса, который организовывает юридический отдел, следующий вебинар пройдет также в четверг в 11 часов. Поступает Роза любимого из партнерской организации «Верус Нижний Новгород» о тему роли по МПК в инклюзивном образовании, пополнении рекомендаций и создании специальных условий. Но помимо этого вебинара, у нас в частности много вебинаров, во втором будет вебинар в это же время в 11 часов по инклюзивному образованию. Я могу сказать насчет 10 числа. Экспектом вебинара будет руководитель методического центра при Институте проблем инклюзивного образования МГППУ Елена Валентиновна Самсонова. И вопрос будет стоять о ресурсном обеспечении инклюзивного образования. Была проделана очень интересная работа, она представит ее как бы результаты, потому что, я думаю, вы знаете прекрасно, школы очень часто говорят, а у нас нет ресурсов, а у нас нет возможности создать образовательные условия. А на самом деле опыт показывает, что все можно сделать, но опять-таки включите голову, подумайте, и главное, чтобы у школы было желание это делать и желание что-либо изменить. Так что 10-го мы вас ждем, приходите. И в заключение недели, в пятницу, будет интересный человек из Германии, архитектор-дизайнер, не помню сейчас фамилию немецкую, тема это универсальный дизайн, то есть это когда мы безбарьерную среду создаем опять же не для людей с инвалидностью, а для всех, а тогда уже заодно пользуются люди с инвалидностью. Так что второе конкультивное образование, четверг по МПК и в пятницу универсальный дизайн живьем в Германии с их своими окнами. Хорошо, спасибо. Спасибо Наталье Белову большое спасибо нашему собственно перенесу вас на наших вебинарах. Пока, пока, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания.